Здарова парни, будем честны, игра новая и у кого-то возникает проблема в ней, в защите, у кого-то в атаке. Кто не знает как защищаться, а кто-то не понимает как создавать атаки, давать ширину, делать забегания или банально играть в точный пас, для того чтобы мяч не отскакивал на километр. Мы с вами планомерно, медленно, но верно изучаем все механики игры для того, чтобы повышать свой класс. Сегодня я сделаю для вас коротенький, но как я считаю достаточно полезный материал, буквально 3 простых, но максимально эффективных фишки, которые помогут вам создавать атаки. Соберем 500 лайков под этим видео и в течении 2 дней я выложу для вас топ 10 фишек для атаки в FC24. Ну и перед тем как начать, опять таки не забываем, что для того, чтобы использовать эффективно все фишки, дриблинги, удары, защиты, вам нужны качественные игроки. И для того, чтобы их приобрести, нужны монеты. Наш сегодняшний спонсор вам с этим поможет. Покупка, продажа монет, а также оформление подписок на Xbox и PS Plus. Ну а если и этого мало, то покупка всех доступных игр на эти платформы через нашего спонсора Руся FIFA. Сотня довольных клиентов, а также положительных отзывов. Ссылка в описании. Ну и давайте начинать. А начнем мы с самого главного. Первый пункт. Создание забегов. Если вы решили играть на прямых ногах или во владение в FC24, то у вас будут возникать проблемы, потому что опорная зона соперника зачастую не рассыпается. И для того, чтобы решить эту проблему, используйте своих ЛЗ и ПЗ в забегах, отдавая первые передачи за них с зажатым Л1. Для того, чтобы после паса они моментально начинали рывок за спину соперника. И не обязательно, что вы сразу отдадите им пас. Давайте рассмотрим этот момент на примере. Перехватывается мяч в опорной зоне. После чего ЦПшникам отдается мяч во фланг уже с Л1 и ЦПшник начинает забег. После чего ЛЗ также отдает пас на форварда с Л1Х. Соответственно, у нас два человека начинают забег. И получается эпизод 3 в 1. 1 КЗ против 3 забегающих. И он физически не сможет закрыть всех. Через изначально запущенного ЦП запускается ЛЗ. Либо же, если не успели отдать передачу с Л1, просто разворачивайтесь в сторону своих крайков, крайних полузащитников или защитников. И нажимайте Л1. И они начинают свой забег в свободную зону, растягивая соперника. То бишь, вы создаете зону, вытягиваете защитников благодаря форвардам, а дальше, благодаря забегам из глубины, из центра или с фланга, заходите в эти зоны. Переходим ко второй фишке. И называется она «Заходы в свободную зону». Дело в том, что зачастую большинство игроков, которые играют более-менее в пас, пытаются постоянно тыкать пас, не замечая свободной зоны, в которую можно нырять. Что это значит? Например, мы лезем в атаку и видим, что игрок, который более-менее умеет защищаться, держит зону, в которую изначально хотим отдать пас. То есть забегание перекрывается. Что мы делаем? Ныряем в свободную зону до тех пор, пока игрок не вытянется и не откроет нам линию передачи. Для этого идеально подходит новый дриблинг на Р1. Не торопитесь тыкать пас, куда ни глядя. Двигайтесь на Р1 в освобожденные зоны. Выдергивая соперника. Старайтесь ставить перед соперником задачу, а сами реагируйте уже на реакцию соперника. Вы поставили задачу и смотрите, пойдет он перекрывать забег или же будет перекрывать ваш изначальный забег с мячом. И как только вы увидите, какое решение он принял, играйте на этом решении. Не торопитесь отдавать мяч. Если у вас изначально есть численное преимущество, разыграйте без проблем в касании. Но если его нет, как раз таки ныряйте, выдергивая соперника для того, чтобы создать это численное преимущество. Ну и последнее на сегодня, это вариативность. Смотрите, вы можете атаковать в этой игре абсолютно по-разному. Вы можете раскатать через треугольники до пустых. Вы можете стрелять издали тривеллой. Забивать финесом. Пробегать по флангу и стрелять в пустые ворота на Р1. И самое главное, не делать одно и то же на протяжении всего матча. Не увлекайтесь. Вы играете не против обезьяны. Человек против вас также видит то, что вы делаете. Если вы одну атаку провели по флангу, вторую провели по флангу, не лезьте третий раз снова на Р1 по флангу. Сыграйте через центр. Делайте навес. Пробейте издали. Добавьте вариативность. Потому что соперник, который два раза увидел одну и ту же атаку, третий раз побежит также ее крыть. И вы как раз на этом подловите его. Сколько раз было, что вы сами весь матч пытаетесь перекрыть соперника, который пробегает по флангу на Р1. И на третий раз просто ставите перед ним игрока на жокея. Не двигаетесь. И он просто 80 следующих минут втыкается в вас, как в дерево. А вы в этот момент больше ничего и не ожидаете. И если он сыграет как-то разнообразно, вполне возможно, что вы утратите из виду открытого игрока на втором темпе или же навес на дальку. Не играйте однообразно. Играйте вариативно. Мы все-таки катаем в игру, которая позволяет играть абсолютно в разных стилях. Комбинируйте, будьте непредсказуемыми. Ну а если хотите понять, в чем ваши ошибки, что вы делаете так, что не так, какие ваши сильные стороны, какие ваши слабые стороны, то рекомендую индивидуальную тренировку лично от меня. Это не стандартная тренировка один на один, а больше аналитическая. Потому что в течение часа тренировок записываются все игры и делается полчасовой разбор, в течение которого устно проговариваются все ваши ошибки, все ваши сильные стороны и все, над чем стоит поработать. В итоге вы получите полный аналитический видеоразбор в вашей игре в моем исполнении, а также доступ ко всем материалам с бусте канала для платных подписчиков, а также для тренировок. Записаться можно по ссылке в описании. Ну а на этом все, парни. Надеюсь, было полезно. Не забываем. 500 лайков и 10 метовых фишек в атаке падают на канал в течение двух дней. Берегите себя. Еще услышимся. Пока.